Другая часто встречающаяся в объектно-ориентированном программировании ошибка — это использование наследования в тех случаях, где следует использовать агрегирование. Агрегирование — это включение объектов одного класса внутрь другого класса в качестве полей. Например, если мы будем описывать класс настольного компьютера, то так как у настольного компьютера есть несколько структурных компонент — клавиатура, монитор, блок питания и так далее, то класс, описывающий настольный компьютер, мог бы включать в себя в качестве полей объекты, соответствующие клавиатуре, монитору, блоку питания и так далее. В данном случае можно было бы сказать, что класс настольного компьютера агрегирует в себя объекты классов клавиатуры, монитора, блок питания. Однако вряд ли кому-то придет в голову унаследовать класс настольного компьютера от класса, например, монитора. Это выглядит довольно странно. Хотя встречаются случаи, когда такое использование наследования вместо агрегирования может показаться логичным и даже в чем-то удобным. Для того, чтобы разобраться в таких случаях, давайте разберемся, чем отношение наследования отличается от отношения агрегирования. Отношение наследования и отношение агрегирования оба позволяют включить данные одного объекта внутрь объекта другого класса. Однако отношение наследования устанавливает более сильные связи, нежели отношение агрегирования. Во-первых, при отношении наследования мы получаем автоматическое приведение от объектов производного класса к объектам базового класса. А во-вторых, у производного класса появляется доступ к протекту от полям базового класса. Таким образом, связь, которая задается отношение наследования, более сильная. В принципе, даже без учета приведения, можно было бы сказать, что отношение агрегирования предпочтительнее, чем отношение наследования. Потому что если в каком-то месте можно заменить отношение наследования на отношение агрегирования, и сделать это легко, то это нужно сделать по той причине, что таким образом мы уменьшим связь между этими двумя классами. Чем меньше связи между классами, тем более гибким является дизайн нашей программы. То есть меньше нужно менять при изменении одной из компонент. Мы таким образом улучшаем абстракцию и инкапсуляцию внутри нашего дизайна. Однако сами по себе приведения между объектами тоже могут задавать некоторые проблемы. Давайте рассмотрим пару примеров, когда использование наследования вместо агрегирования приводит к некорректному поведению некоторых функций. Например, можно определить класс окружности, класс circle. И так как окружность задается координатами центра и радиусом, то можно попытаться унаследовать класс circle от класса point, который задает координаты точки, то есть координаты центра для окружности. В некоторых случаях это могло бы даже оказаться удобным, потому что, имея переменную типа circle, можно было бы напрямую обращаться к координатам центра, как cx, cy. И синтаксически это могло бы оказаться удобным. Однако за счет того, что отношение наследования создает приведение от объектов производного класса к объектам базового класса, могли бы оказаться функции, которые были бы предназначены для работы с точками, но туда можно было бы в том числе передать и окружности. Например, предположим, что есть некоторая функция distance, которая вычисляет расстояние между двумя точками. В эту функцию можно передать объекты типа circle, но тогда эта функция distance подсчитает не расстояние между окружностями, а расстояние между центрами этих окружностей. То есть мы получим некорректный ответ. Другой пример — это наследование класса, описывающего линейную систему уравнений, от класса, задающего матрицу. Наверное, вы знаете, что систему линейных уравнений можно задать при помощи матрицы коэффициентов и столбца правой части. И в принципе, так как внутри системы линейных уравнений у нас по-хорошему должны храниться два значения — это, собственно, матрица и столбец, то можно было бы просто унаследоваться от матрицы и добавить у производного класса одно поле, соответствующее столбце правой части. Однако за счет того, что мы используем отношение наследования, отношение наследования задает преобразование объектов производного класса к объектам базового класса, то мы могли бы к линейной системе применить какие-то методы, которые предназначены для матриц. Например, функция транспонирования. Функция транспонирования переворачивает матрицу, то есть меняет местами столбцы и строки. Для матрицы это естественная операция. А для системы линейных уравнений эта операция может не иметь смысла. Например, если у нас система уравнений, она не квадратная, а у нас 3 уравнения от 10 переменных. Ну, система уравнений, у нее потенциально может быть бесконечное количество решений, но неважно. Если мы ее транспланируем, то мы получим систему из 10 уравнений от трех перемен. Однако столбец правой части у нас никуда не денется, и раньше он у нас был из трех элементов, а теперь откуда-то нужно найти столбец из 10 элементов. Так как мы применяем к линейной системе операцию транспланирования, определенную для матриц, то столбец правой части никак не изменяется. Мы меняем только те данные, которые были в классе матрицы. Таким образом, эта операция с одной стороны будет работать для линейных систем, с другой стороны будет делать что-то некорректное, превращая линейную систему в какую-то некорректную линейную систему, когда количество уравнений не соответствует столбцу правой части.